Здравствуйте! В эфире новости на пятом канале. В студии Екатерина Коптьева. В самом начале коротко о главных темах выпуска. Всем казахстанцам раздадут деньги. В социальных сетях все чаще встречаются фейки. Как их распознать? Аллея спорта. В Центральном парке Караганды высадили 170 деревьев. В акции приняли участие ведущие спортсмены области. Карагандинцы вживую показали подвиг Маншук Маметовой. Единственный в Казахстане клуб Сухэстарихы организовал реконструкции подвигов наших земляков. Всем казахстанцам раздадут деньги. Пенсионерам выплатят по 50 тысяч, поднимут пенсию в два раза. В социальных сетях все чаще встречается подобная реклама. Как распознать, правда это или нет, и как не попасться на удочку мошенников, выясняла Людмила Батюшкина. Галина Пак занимается общественной деятельностью. После появления каждой рекламы к ней начинают звонить пенсионеры. Сама Галина Сергеевна два раза становилась жертвой мошенников, поэтому теперь никому не верит. Даже в повышение пенсии на процент инфляции, пока не получит эти деньги на руки. В настоящее время телефоны и приводятся к пальцу, но столько не успеешь кнопку нажать, ты уже где-то зафиксировал. Вы знаете, как страшно, когда твой номер из твоего двух-трех чисел что-то вычисляют. Мы же далеки от этого. Поэтому я считаю, что людям и пожилым всем быть более бдительными. На каждом шагу тебя могут обмануть. Иногда получаю рекламу от хороших друзей, подруг, которые пересылают. И когда веришь, и тоже горишь. По словам психолога, фейки можно определить по заголовкам яркими буквами, броским призывом. Типа «иди и возьми, президент раздаст деньги, пенсии вырастут в два раза». Как правило, в такой рекламе используют фото первых лиц государства, известных людей, ведущих центральных телеканалов. Ссылаются на информационные сайты и мнения экспертов. Однако видеоинтервью с подтверждением этих слов нет. Часто под роликом просто просят поставить лайк, подписаться и оставить комментарии. Если это целенаправленно, распространяется какая-то неправда, будь то фейк, будь то пранк, будь то сплетни какие-то, то, опять, за этим кто-то стоит, это кому-то нужно. И если сама история публикации не заведомо, например, ложная, то нужно человеку собрать какую-то целевую аудиторию. Те люди, которые сейчас начнут там оставлять свои комментарии, те, которые хотят верить в то, чтобы так оно и было, те люди, может быть, которые сейчас там неспокойны, переживают какие-то события, связанные с тем, что размещено в этом посте, они, понятное дело, под этим постом откликнутся, скорее всего. И у тех, кто эти посты размещает, уже будет какая-то, ну давайте ее назовем, база данных, что ли. Психологи советуют перепроверять любую подобную информацию несколько раз, зайти на официальный сайт Аккорды и Минфина банков. Они размещают свою рекламу исключительно на видеохостингах, либо в социальных сетях, то есть в официальных СМИ, либо на сайтах этих организаций. Я имею в виду официальных организаций, никаких таких объявлений нет. Кроме того, веб-сайты, на которые предлагают перейти, не соответствуют веб-сайтам официальных государственных или крупных финансовых организаций. Много рекламы касается инвестиций и быстрого получения дохода. Это тоже мошеннические действия, считают специалисты. Цель та же – собрать персональные данные, данные банковских карт. Эксперты советуют пожаловаться в видеохостинге или соцсети на такую рекламу, чтобы больше не видеть ее, или в приложении «Финграмота онлайн», или в колл-центр по телефону 8727-237-1000. Перераспределение властных полномочий и усиление механизмов защиты прав граждан. 5 июня состоится всенародный референдум по изменению почти третьей статьи Конституции. Сейчас по этому поводу проводится активная разъяснительная работа. Антон Александров продолжит тему. Меняется порядок обретения полномочий акимами областей, городов республиканского значения и столицы. Согласно новой редакции Конституции, теперь глав регионов будет назначать президент согласия депутатов-маслихатов. При этом глава государства предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Получившим согласие считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании. Таким образом, полномочия президента в отношении местной власти сокращаются и концентрируются на акимах регионального уровня при значительном усилении роли маслихатов. В мире, в истории каждой страны, когда-либо изменялась Конституция. И Казахстан в том числе не исключение. Для нового Казахстана нужна новая Конституция, потому что это новый виток развития нашей страны. Поправки в основной закон страны имеют судьбоносное значение, говорит Селик Сапиев. В общем, изменить хотят треть статей Конституции. Все народное голосование назначено на 5 июня. Глупо думать, что от каждого из нас не зависит жизнь страны. На самом деле, если каждый будет думать, что от меня зависит, тогда действительно ничего не произойдет. Но если каждый будет думать, что от меня что-то зависит, то тогда в стране и происходят изменения. До 3 июня будут проводить разъяснительные встречи по вопросу внесения изменений в Конституцию. Для удобства знакомления с поправками они разбиты на 5 крупных блоков. Разработаны даже специальные памятки. С трудовыми коллективами сегодня встречаются гражданские активисты, депутаты и политологи. Главная цель – это разъяснить важность проводимой конституционной реформы. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. На встрече с Акимом области жителям Абайского района рассказали о проводимой работе и планах на этот год. Так, согласно отчетам чиновников, уверенный рост демонстрирует обрабатывающий сектор производства. В 1,6 раза выросли показатели в Абайском районе в сфере легкой промышленности. По итогам отчетного года в район привлечено порядка 22 миллиардов инвестиций с ростом на 13%, в том числе 24,4% инвестиций в промышленные предприятия района. В сельском хозяйстве рост объемов составил 139%, собрано 44 тысячи зерновых культур, 141 тысяча тонн картофеля, 50 тысяча тонн овощей. Согласно планов чиновников, газифицировать Абайский район начнут в следующем году. Для поселка Дубовка уже разработали проектно-сметную документацию. В этом году там установят блочный газорегуляторный пункт. Уже подводка до домов и так далее, это следующий год. Это зависит от ни областного и ни районного бюджета, это зависит от бюджета Министерства энергетики. Министерство энергетики, если поддержит нас, они обычно нас поддерживают на определенную сумму, но мы должны завершить ранее начатые работы по ТМРТАУ, по Жасказгану, по Караганде, по Осакаровке и частично по Саране. Следующий стоит вот именно Абайский район, Дубовка. Потом мы пойдем в другие районы области. В прошлом году в Абай и поселке Карабас был реализован масштабный проект по реконструкции сетей канализации и очистных сооружений. Сейчас проводятся работы по подключению жилых домов к новым сетям. В этом году в Дубовке планируют начать реконструкцию сетей водоотведения. Разработана проектно-сметная документация на строительство ветки водопроводных сетей в поселке Карабас. Большой объем работы по проблемам и пожеланиям жителей в сфере приличного коммунального хозяйства и благоустройства будет выполнено в этом году. В отчетном периоде завершены два проекта по водоснабжению. Реконструкция водопроводных сетей в селе Дубовка и реконструкция водопроводных сетей в селе Курмай и Жмобек. На семи улицах в Абай проведут средний ремонт асфальтного покрытия. По просьбе горняков приведут в порядок путь до шахты Абайской через поселок Вольный. В общем, отремонтировать в этом году планируют 42 километра автодорог, проходящих по территории Абайского района. Почти на 43,5 миллиарда тенге произвели продукции предприятия Шетского района. Таковы показатели работы за первый квартал этого года. На площадке региональной службы центральных коммуникаций состоялся брифинг, где Аким район рассказал о потенциале экономическом развитии населенных пунктов. Тему продолжит Антон Александров. За прошлый год предприятие Мишетского района произведено продукции на 130 миллиардов тенге. Благодаря модернизации удалось создать 100 новых рабочих мест. Инвестиции в основной капитал составили порядка 42 миллиардов. Только за первый квартал этого года вложить в развитие производства удалось почти 1,8 миллиардов тенге. По итогам года инвестиции в основной капитал должны составить 38 миллиардов тенге. У нас уже запланированы работы по модернизации трех крупных производств. В итоге это позволит создать порядка 500 новых рабочих мест для жителей нашего района. Стараемся мы также обеспечить темпы строительства. За прошлый год ввели в эксплуатацию 9275 квадратных метров жилья. В этом году этот показатель составил 1314 квадратных метров. В общем, до конца года у нас план построить 9300 квадратных метров жилья. Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Шетском районе было предусмотрено 2,5 миллиарда тенге на кредитование. В итоге 343 субъекта предпринимательства смогли увеличить оборотный капитал. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» было реализовано 13 проектов на общую сумму 566 миллионов тенге. Это позволило создать более 100 новых рабочих мест. Льготное кредитование у нас в районе было направлено на реализацию конкретных проектов. За два года на 30 проектов у нас ушло 872 миллиона тенге. 8 проектов уже запущены. Это обеспечило новыми рабочими местами 11 человек. В рамках программы «Нурлежер» в прошлом году 33 семьи были обеспечены домами. За счет спонсорских средств в Шетском районе смогли восстановить аварийные дома, говорит Аким Мухит Мухтаров. В этом году в планах чиновников построить в районе два дома по 12 квартир каждый. Порядка 20 миллионов тенге хотят направить в этом году на развитие материально-технической базы районных учреждений культуры. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. Пятый канал. Как вести себя, чтобы не стать виновником возникновения пожаров? Почему люди не хотят ставить фиксаторы на окна против выпадения детей? И какое наказание грозит закупание в запрещенном месте? Об опасностях летнего периода сегодня смотрите программу «По скриптум» сразу после выпуска новостей. Гость Людмилы Батюшкиной, начальник Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Карагандинской области, подполковник гражданской защиты Нуралы Смогулов. Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод «Уай-Ди-Ди». «Уай-Ди-Ди» – новый уровень казахстанской промышленности. Индустриализация 4.0. Высокотехнологичный завод по производству ферросилиция. Масштабный экспорт. Стопроцентно экспортно-ориентированная продукция, соответствующая высоким мировым требованиям в области качества. Мировой потенциал. Карагандинский завод ферросплавов «Уай-Ди-Ди» занимает достойное место в мировом лидерстве по производству ферросилиция. Сделано в Казахстане. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод ферросплавов «Уай-Ди-Ди». Карагандинцы вживую показали подвиг Маншук-Маметовой и пригласили на реконструкцию боя ее сестру. Клуб «Согы-Старихы» остается единственным в Казахстане, кто организует реконструкции подвигов наших земляков. Это уже шестая постановка. Людмила Батюшкина наблюдала за тем, как это было. Однажды, перевязывая раненого, Маншук пришлось взяться за пулемет, чтобы остановить приблизившихся к ним врагов. Ребята воспроизвели битву под Невелем 1943 года, в которой погибла казахстанка Маншук-Маметова. Это первая женщина-казашка, удостойная высшего знака отличия СССР, звания Героя Советского Союза. В постановке участвовали около 120 человек, из них 70. Это участники военно-исторического клуба «Согы-Старихы» и карагандинские школьники. Хочется посмотреть, чем занимались наши прадеды, прабабушки, какой вклад внесли в развитие нашей страны. Когда сидишь на уроках, в учебниках читаешь, ты не понимаешь суть. Если ладно, там фильм посмотреть, тоже можно понять хоть что-то. А тут, когда ты видишь живую и играешь роль чью-то, это уже намного интереснее. Маншук-Маметова год добивалась отправки на фронт. 18 лет стала писарем, затем медсестрой, а после стала пулеметчицей. В бою под городом Невель она осталась одна на три пулемета, остальной расчет погиб. Но даже после ранения не ушла с поля боя, а ползала от оружия к оружию, отбиваясь от фашистов, пока не умерла от потери крови. Роль Маншук исполнила жительница Караганды Сабира Кабдулина. Ей 41 год, она работает менеджером по продажам в IT-компании. Одна из участниц клуба разглядела, что Сабира очень похожа внешне на Маншук, и пригласила ее. И она в какой-то вечер сказала, а заедь вот по этому адресу, ничего не объяснила. И я просто зашла, и почему-то все стали называть меня Маншук, вручили оружие, надели форму, и вот таким образом я стала главной героиней. Меня никто не спрашивал. Так что, наверное, да, я сразу согласилась. В какой-то момент эта игра перестает быть просто игрой. Ты начинаешь думать, как главная героиня, ощущать вот эту боль, потерю, страх, ранение. И это было самое сложное, сдержать свои эмоции в самом конце, потому что очень хотелось плакать. Организаторы постановки тоже непрофессиональные актеры. Режиссером стал юрист Дияр Акпаров, продюсером педагога Альфия Хайрулина. Прежние постановки, воссоздание подвигов Рахимжана Кошкарбаева, Амантая Даулитбекова, Сагадата Нурмагамбетова, возглавляла директор ДК Нового Майкудука Айгуль Дементьева, но два года назад ее не стало. Мы делали как могли, у нас, я думаю, что это получилось. Самое главное, мы показали память о наших отцах, о наших прадедах. В этом году 100 лет Маншук Маметова, и мы очень хотели показать ее подвиг. Мы сталкиваемся с какими-то такими бытовыми сложностями. Вырыть окоп, там еще какие-то орг-вопросы, найти генератор. То есть, ну, организационные моменты, но я думаю, что они всегда были. И мне помогали наши ребята, помогали спонсоры. То есть, ну, совместно, я думаю, что мероприятие у нас получилось не хуже, чем в тех годах. На историческую реконструкцию подвига Маншук приехала ее сестра и племянник. Ханшаимжу Мамбаева выросла вместе с Маншук, жила с ней в одной комнате. Сейчас ей уже 97, живет в Караганде. Великолепно. Организаторы замечательные. С большим вкусом и терпением сделали. Молодцы. Я дома знала, кто организовывает это. И думала, а получится ли это большое дело. Получилось. Спасибо огромное вам за труд, за уважение, за память, за ваш патриотический долг, который вы выполнили прекрасно, чудесно. Вы знаете, даже слезы пошли у меня. Конечно, то, что делали, там 50% того не будет. Там не было. То, что ранят их старшую, накрываются все. Так не делать. Четверо ползут, я наблюдаю. Двое прямо землю трюс. Это живет. А те ползут, как говорят, на колено. Это нужно. Я хочу вам большое спасибо. Прямо благодарить надо, кто это вам делает. Спасибо. Очень хорошо. Мне кажется, я плакала вот с самого начала и до самого окончания, когда музыка зазвучала только, и я понимала, что здесь сейчас будет больше, чем фильм. В общем, мурашки по коже. Я плакала. Я не знаю, как сейчас виды или нет, но это сложное какое-то чувство и присутствие. То есть, это больше даже, чем театр получилось. И большая благодарность, на самом деле, людям, которых мы сегодня вспоминаем, тех, которые спасли нашу землю, нашу страну. Это чувство, как мы видим, закликнуло всего. Это чувство было у всех присутствующих. Многие зрители захотели присоединиться к ребятам. Поддержали мероприятия управления культуры, архивов и документации, городской, маслехат, филиал и партии Аманат, Караганды и Тимиртау, а также стадион «Шахтер». Это уже шестая военно-историческая реконструкция. Два года из-за пандемии постановки не разрешали, а сейчас любители истории уже строят планы на будущее. Людмила Батюшкина, Серик Тугаев, Данил Заславский, 5 канал. Скрининговые осмотры детского населения проходят ежегодно. Выявляются патологии слуха, речи, зрения и других болезней. Наша съемочная группа посетила перинатальный центр. Неонатальный скрининг – это обследование новорожденных на выявление наследственных заболеваний для их дальнейшего диагностирования и лечения. Первый раз ребенка осматривают медицинские работники. Происходит это в самые первые минуты его жизни. Оценка неонатологом жизнеспособности маленького человека производится по специальной шкале. При необходимости врач может прибегнуть к помощи специалистов другого профиля. В Карагандинской области у нас имеется четыре перинатальных центра. То есть это организации третьего уровня, которые оказывают помощь беременным высокой группы риска. Рожают с преждевременными родами менее 34 недель. И сюда же поступают в эти организации дети с определенными проблемами. Проблемами дыхания, допустим, желтухи, проблемами центральной нервной системы в возрасте до 28 суток. Те дети, которые рождены в этих центрах, они все подвергаются скринингам. Всего на данный момент проводятся четыре типа скрининга. Первый скрининг – аудиологический. Осмотр детей раннего возраста с целью выявления нарушений слуха. Второй – на выявление врожденного гепатриоза. Это болезнь щитовидки. На четвертый-пятый день после выписки новорожденному берут несколько капель крови из пятки, которые помещают на специально фильтрованную бумагу. С указанием фамилии, даты рождения и веса ребенка. Следующий – это скрининг психофизического развития. С 2017 года был введен офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных. С 2017 года мы проводим операции и на базе перинатальных центров, и в детской больнице. И, как видите, сзади дети приехали сегодня поддержать нас, показать примерно, что дети здоровые, что они видят, что операция сделана вовремя. И они ходят в садик уже, старшие дети. При проведении офтальмологического скрининга осмотры подлежат все недоношенные дети. За 4 месяца 2022 года осмотрено 382 ребенка на предмет наличия ретинопатии. 33 из них проведено оперативное лечение. Одной из таких детей является Жансу. Мы родились на 26 неделе в этом замечательном перинатальном центре. Нас выходили. Вес при рождении был 735 грамм. Рост 33 сантиметра. Нас тут, за нами, как говорится, выхаживали ее замечательные врачи этого перинатального центра. Прооперировали наши глазки. Наш замечательный врач Гури Миртаевна. У нас была сетчатка, отхождение сетчатки. Ретинопатия третьей степени. Здесь мы лежали 3,5 месяца. Как говорится, мы почти здесь прописались и поселились. Но ничего, нас выходили. Большое хотим сказать спасибо. Сергей Пасечник, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 канал. Аллея спорта. В Центральном парке Караганды высадили 170 деревьев. В акции приняли участие ведущие спортсмены из нашей области. В Центральном парке Караганды на одну аллею стало больше. Липы и березы. Всего 170 саженцев высадили в минувшие выходные по инициативе спортивных ассоциаций области. Это место как раз таки почему выбрано? Потому что в этой парковой зоне они тренируются. Здесь утром, вечером вы можете видеть всех ребят, которые занимаются спортом. Это раз. Ну и также тех людей, которые у нас в городе Караганде занимаются здоровым образом жизни. Ну и вот эта вот площадка, она пустая, неухоженная. Поэтому выбор пал именно на это место. В скором времени на аллее спорта планируется установить постамент с именами земляков-чемпионов. Тех, кто достиг самых высоких вершин в спорте. Это будет еще одним стимулом для спортсменов, говорят организаторы. Сейчас разработкой проекта занимается Центр урбанистики. Поддержку данной акции выражают и ветераны спорта. Я просто хочу сказать, что очень хорошая идея создать такую аллею спортсменов. Я не знаю, в Казахстане есть такое или нет, но я думаю, что наша спортивная общественность или общественники, наша там партия, которая дала идею, я думаю, что это правильная идея. Ну а сейчас нам надо будет, наверное, ухаживать за этим делом. Смотри, я вот сейчас вот разговариваю, что здесь, в общем-то, здесь может субботники проводить, и облагородить это же было непросто, так что сделали и потом забыли. Чтобы деревья в дальнейшем не остались без должного ухода, спонсоры мероприятия обеспечат постоянный полив саженцев в летний период. Сергей Пасечник, Серег Тагаев, Николай Шевлев, 5 канал. В Караганде состоялся первый республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти профессора Еркина Актышканулы. Торжественное открытие турнира прошло в спортивном зале Карагандинского университета Каспотребсоюза. Подробнее в следующем сюжете. В республиканском турнире по волейболу среди мужчин, посвященном памяти Еркина Актышканулы, приняли участие 8 мужских команд со всего Казахстана. Тренер и участник команды Казахско-национального технического университета имени Каныша Сатпаева, Кирлен Брлекстрой, Ерлан Джопархан. Он занимается волейболом со студенческих лет. Неоднократный участник международных турниров и обладатель множества наград. На данный момент игра проходит отлично, но все же мы пока не полностью показываем свой потенциал. Наша игра на среднем уровне, но я думаю, дальше больше, и мы еще покажем себя на этом турнире. Хочу сказать подрастающему поколению, что стоит заниматься спортом, ведь он продлевает жизнь. Ну или каким-то своим любимым делом, но все доводить до конца и не бросать на полпути. Мы уже практически пересекли такую возрастную отметку, что считаемся стариками. Но и в свои 80, я надеюсь, мы не бросим спорт. Торжественное открытие первого республиканского турнира по волейболу в памяти Яркана Актушканала состоялось 21 мая в спортивном зале Карагандинского университета Каспо-Трипсоюза. Турнир был организован родственниками, коллегами и друзьями Яркана Актушканала. По воспоминаниям его коллеги Касмана Абелова, Яркана Актушканала, приехав с Монголии в 1990 году, начал работать в стенах университета и отдал годы своей жизни на образование, спорт и воспитание детей. Яркан Актушканулы внес большой вклад в укрепление международных отношений между Казахстаном и Монголией. Он проделал огромную работу для получения образования в Казахстане многим молодым студентам. Он уделял большое внимание, создавая больше условий и возможностей для обучения в высших учебных заведениях Карагандинской области, казахской молодежи из Монголии, Узбекистана и других стран. Молодые люди обучались в лучших образовательных заведениях на бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Если вернемся к личности Яркана, в первую очередь он был очень квалифицированным специалистом, добрым и простым человеком. В результате соревнований победу держала команда Казахского национального технического университета имени Канышесатпаева. Второе место заняли спортсмены Карагандинского университета имени Академика Букетова. И третьими призерами стали друзья Яркана Актушканала, команда «Достар». Победители призера турнира награждены грамотами, подарками, кубками и денежными призами. В дальнейшем турнир по волейболу, посвященный памяти Яркана Актушканала, планируется сделать ежегодным. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что оставались с нами. Увидимся завтра. До свидания.